Что такое в принципе биотика? Если коротко, то биотика это способ решения, способ поиска ответов на те или иные медико-биологические вопросы. Это призвание к диалогу. И в одной из статей, которую я использовала для подготовки этого адеквата, предлагались интересные предпосылки для создания биотики. Десентрализация ценностного мира. Однажды наука перестала быть способом для поиска истины и стала способом для решения вопросов, поиска ответов на вопросы. Конечно, это пошепнуло авторитет науки, но тем не менее это сделало ее такой, как мы видим и сегодня. Второй аспект, почему возникла биотика, это глобализация. Когда стало более возможным разговаривать, вступать диалог между разными представителями разных этносов по культурам, стало очевидно, что те или иные обычаи, те или иные особенности этих этносов вступают в конфликт. Именно биотика была призвана решить эти вопросы. Информационные технологии обеспечивали средства для вот этого диалога. Социальные движения. Тут стоит сказать отдельно. Допустим, антипсихиатрические движения, которые массово проявлялись в прошлом столетии, способствовали тому, что список, скажем так, предпосылок от принудительной госпитализации очень и очень сокращается. То есть в мире, где общество финансирует долг, это закономерно, что общество решает, что оно хочет видеть рядом с тобой, что оно не хочет видеть. Абстрактность философской этики. Получилось так, что на момент создания биоэтики было очень много различных этик, различных философских направлений. И все они были довольно-таки абстрактны. Однако биоэтика предлагается именно как прикладное направление, направление для решения вопросов. И моральное и неотностаточное достижение биотехнологий мы о них еще поговорим. Примеры вопросов, на которые должна давать ответы биоэтика, в крайней мере должна симулировать диалог. Можем ли мы использовать планирование человека, создание генетически однородного человека? Какими правами должен обладать лун? Возможно ли проводить опыты с участием людей без их согласия? Примеры нам известны. Какие опыты над приматами являются недопустимыми? Должны ли назаботиться о комфорте лабораторных животных? И наконец то, зачем мы сегодня здесь, сможем ли генетически совершенствовать человека? И вот, кстати, вы дали ответ на этот вопрос для себя, насколько прилимно и отлично для вас. Состояние биоэмбриоэтики. Значит, в Украине, по официальному отчету Министерства здравоохранения Украины, в 2015 году было зарегистрировано примерно 14 тысяч случаев бесходия, впервые зарегистрировано. Было, значит, 17 тысяч циклов вспомогательных репродуктивных технологий. Наступило в 2014 году 6373 клинические беременности, благодаря использованию репродуктивных технологий. И первое медикоэмбидемерность наступило в 1973 году, чтобы понимать, как далеко мы выдвинулись от точки начала, от любого пациента. И еще один хороший пример, насколько хорошо дела в Украине обстоят с репродукцией. В мае прошел конгресс касательно репродукции в Украине, назывался он «25 лет успеха». Это девочка Катя, ей 25 лет, и, как ни трудно догадаться, это первый украинский человек, который родился при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Здоровый человек, абсолютно здоровый, на своих сердечках человек. То есть, это назначен конкурс. А что там с геноинженерией? Чтобы не вдаваться в совсем глубокие подробности, мы основываем внимание на трех методах, которые, в общем-то, и применяются сегодня. Это цинк-пальцевые нуклеации, вот, как вы видите на экране. Они состоят из двух доминов. Это белковые структуры. Некоторые из них отвечают за связывание с ГНК, которые мы ищем. Некоторые отвечают за разрезание или искомой последовательности ДНК. И сложность в том, что эти белковые структуры мы должны синтезировать данные в каждой искомой последовательности ДНК. То есть, знаем последовательность, и теперь давайте просинтезируем для нее белок. Это довольно долго, довольно долго и довольно трудозатратно. Поэтому, логично, что ученые пытались найти какой-то более подходящий инструмент. Отчасти его нашли. Этот инструмент назывался ТАЛИС. Открыт он был в 2009 году. Первые статьи серьезные появились в 2011 году. Принцип похожий, в принципе, механизм молекулярный, похожий некоторыми исключениями. Кроме того, что он более специфичен, чем прошлый механизм цинк-пальцевые нуклеазы и более дешевый. Но тоже, на самом деле, огромного прожива это не сделано на тот момент. И третий механизм, который, скорее всего, вам известен, это КРИСПРКС. Это то, из-за чего сейчас происходит КРИСПРКСовая истерия в социуме, в медиа. И об этом публикуют, наверное, статьи с заведенной регулярностью, в отличие от предыдущих методов. Это очень дешевый и очень интересный метод. Почему он интересный? Потому что, на самом деле, этот метод мы посмотрели у бактерий. КРИСПРКС — это метод, это способ, которым бактерии защищаются от внедрения вне вирусов. КАС — это белок, который развивается, условно, последовательность ДНК. Для того, чтобы найти последовательность какой-то ДНК, которую нужно вырезать, у белка КАС есть специальная молекула РНК. Гайд РНК, то есть усиводительная РНК, которая прикрепляется к ДНК, КАС приходит и разрезает эту последовательность. Изначально у бактерий эта система вырезала вирусные последовательности, которые внедрили в веном бактерии. И был вопрос, либо бактерия избавится от этой последовательности в раздребной, либо она умрет. Сейчас же наша биотехнология позволяет использовать эту методику для редактирования генома у человека. И, в общем-то, все бы неплохо, кроме одного. Все эти три методики, все эти три инструмента геноинженерии допускают определенную ошибку. То есть мы хотим брать определенный ген, вырезать его, или совершить поломку в каком-то конкретном его участке. Мы можем этого добиться, а можем, к примеру, нанести случайное повреждение в соседнем гене, мы никак не можем это контролировать. В случае, если речь идет за томаты или баклажаны, в принципе, ничего страшного. Но если речь идет о человеческом эмбрионе, наверное, это не очень хорошо. Какие проблемы сегодня способны решить геноинженерия? Ну, на самом деле, публикаций просто тысячи, наверное, я просто провел некоторые из них. Инвиво, то есть в живом организме, пытаются вырезать геном вируса иммунодефицита человека первого типа. Пытаются изучать, как можно при помощи этих технологий удалить мутантный ген по поводу гемофилии, связанный с заболеванием гемофилии. Более того, в США проводятся слушания по поводу того, чтобы внести CRISPR-Cas в лечебные протоколы. Очень простая и интересная методика. Они хотят забрать клетки костного мозга, модифицировать их и вернуть назад больным с лейкемией таким образом, чтобы эти клетки активнее справлялись с, собственно, алкогольным удаливанием. Ну и, наконец, методики гигиенной инженерии позволяют исследовать нам биологию технических процессов на молекулярно-генетическом уровне. В эмбриологии это тоже может работать, то есть то, о чем мы сегодня говорим. Вкратце так, когда мы хотим получить ациты у женщины, врач специально его подготавливает и пунктирует ее яичник. Мы получаем ациты, эмбриологи их в лабораторных условиях, оплодотворяя спермы мужа либо донора. В дальнейшем эти эмбрионы уже культивируют специальных инкубаторов и, если необходимо, отправляют затем часть этого эмбриона на генетическую диагностику, если не необходимо, переносит полость матки. И вот на одном из этих этапов после благотворения возможно применить эту геноинженерную методику, одну из трех. Но сейчас речь идет о том, что применять либо CRISPR-Cas, либо Таллин. Как вообще нам это может помочь? Кроме очевидных применений, как, допустим, излечения каких-то моногенных заболеваний, заболеваний, вызванных поломкой одного гена, это может иметь чисто косметические цели. Допустим, цвет глаз, длина волос, структура волос ожидаемого ребенка. Возможно, исследованы какие-то генетические ассоциации, которые сильнее всего влияют на рост мышц, на запоминание, возможно, даже на старение. Но, наверное, каждый из нас хотел, чтобы наш ребенок был лучше, сильнее, умнее нас и тем более умнее сверстников. То есть, и вот вопрос молодых, который задавался вначале, это насколько мы готовы, какие вообще последствия могут быть у этого дела. Вы как бы ответили преимущественно да, но на самом деле вот мы сегодня задумаемся, как же так, какие последствия в отдаленном прогнозе это может иметь. Эта женщина, это женщина Женя Феродовна, одна из открывателей технологий CRISPR-Cas, как методы генной инженерии. Она выступала на ТЭЦ, интересная лекция, которая называлась так. Теперь мы умеем редактировать ГНК, но давайте проверим богоразумие. А в чем, собственно, дело? Не так давно, в прошлом году прошел международный саммит по редактированию генома у человека. Как раз таки по поводу этого открытия. И цель, одной из целей этого саммита было решить, насколько это допустимо для нас, как для ученых, использовать в нашей рутине для модификации человека эти методики. Ну, конечно, не тяжело догадаться, что результаты были противоречивыми. Пять ученых были готовы во что бы то ни стало применять эту технологию. Некоторые говорили, что нет, давайте подождем, давайте посмотрим. И в итоге, все-таки с огромным усилием, бывает данная резолюция, что недопустимо использовать этого эмбриона, которые будут в дальнейшем использоваться для наступления беременности. Но при этом была одна важная очень оговорка. Есть риск нарушения этой резолюции в ряде стран. И в Nature потом вышла чудесная статья, которая называется так, где в мире может родиться первый CRISPR ребенок. И вы видите, что некоторые страны по свету отличаются от других. Красные страны – это страны, где законодательно запрещено полностью проводить генетические модификации эмбрионов и вообще человека. Страны с таким оттенком желтого – это страны, где либо есть нюансы, либо не регулируются должным образом на законодательном уровне. Допустим, в США вы видите, что нет красного цвета. Что это означает? Это означает, что эти исследования не могут проводиться на государственные деньги за счет бюджетных средств, однако, в принципе, гипотетически это не запрещено. Во многих европейских странах сама мысль о том, чтобы редактировать геном эмбриона, она не допускается законодательно. В странах же вроде Российской Федерации, бывшего СНГ и даже Китая может быть запрет либо на уровне каких-то гайдвайнов, то есть каких-то рекомендаций. Либо в принципе система может регулироваться достаточно плохо. Но что помогает еще больше, что большая часть мира, куда в принципе входят и развивающиеся, и разных ресторанов, остается такой серой, чуть меньше половины. То есть это значит, что мы не знаем, как у них обстоят дела. И может быть где-то в подвале какого-то университета, на самом деле прямо сейчас, происходит то, о чем мы только что говорили. Имплантируется, может быть, эмбрион, который является генетически модифицированным при помощи геноинженериев. Это то, чего мы должны опасаться и то, наверное, о чем мы должны думать. И то, чего мы должны обсуждать. Именно для этого сегодня я вам рассказываю об этом. А, и еще. Из последних новостей хочется отметить, что так или иначе все равно пытаются проводить исследования. Но почему эта проблема? Проблема для свободного выпуска каких-то исследований. В большинстве развитых стран все эти исследования требуют разрешения либо биотических комиссий, либо национальных академий наук. И сейчас три страны официально лицензировали эти исследования. Это Китай, Великобритания и Швеция. То есть они им дали единичные лицензии. И эти ученые, вполне официально, ни от кого не скрываясь, могут спокойно заниматься этими исследованиями. Но в Китае публикуются исследования о том, что как минимум две сейчас группы работают на тем, чтобы отредактировать геном эмбриона, и еще неизвестно сколько групп работают над этим, не публикуясь в международных журналах. То есть, в общем-то, от того, что вы нарушите переезолюцию в стране, в которой это никак не контролируется, ничего страшного не будет, вас не публикуют, может быть, в журнале Nature, но публикуют в каком-то местном журнале, и все равно все переведут вашу статью в Nature или куда-то подобные места. И вот в этом проблема. Вместо выводов хочется отметить, что невозможно контролировать это решение и вообще эти запреты во всем мире. Не до конца изучены последствия, особенно вопросы безопасности. Нужны ли какие-то отдельные права для людей, которые рождены таким образом? Как, допустим, мы будем проводить те же Олимпийские игры между обычными людьми и людьми, которые геномодифицированы на цель скорейшего мышечного роста, возможно, каких-то еще других использований интересных геноинженерий. И все-таки мы должны подумать, как должны сосуществовать вот эти вот две популяции, геномодифицированные и не модифицированные, в условиях сегодняшнего мира. Я надеюсь, что это вызовет у вас какую-то пищу для размышлений, даст пищу для размышлений, вы поедете еще самостоятельно информацию об этом и у вас возникли какие-то вопросы. Если да, я буду рад на них ответить. Спасибо. Возможно, есть вопросы? Был слайд с картой с вероятностью, и там было пять цифр. Можешь рассказать про сами цифры? Значит, эти цифры, это просто был перечень примера некоторых стран, как это происходило. Допустим, цифра 1 США, то есть, как бы она отмечена желтым цветом, вроде как не совсем полный запрет, но там просто отмечено было, что, допустим, на государство деньги не делают бесплатных исследований. А у Германии, допустим, написана была какая-то цифра, что, в принципе, это запрещено, как и Великобритания. Есть некоторые нюансы, там, допустим, некоторые законы так или иначе по строгости это лимитируют, где-то строже запрещается, где-то менее строго, но все равно. То есть, в некоторых странах даже наложен запрет на мультивирование эмбрионов без гейн-инженерии, да, какого-то определенного дня. То есть, это описание просто законообразной цифры. Да. А в настоящий момент просматриваются какие-то уже результаты гейн-модификаты, кроме фруктов, продуктов? В смысле, у людей? Ну, и у животных. Я понял. В принципе, мы можем использовать мышей, там, в других кремах, экспериментальные модели, но на самом деле какой-то большой выборки у нас пока что нет. То есть, есть способы использовать генную инженерию без прибегания к модифицированию эмбрионов, как я говорил раньше, когда берут просто слововый клеток у человека, модифицируют специальным образом и назад же ему вводят. То есть, такая аудологическая терапия. Пока что идет речь о том, что это необходимо исследовать дальше. Если будут результаты, это включит в гайдвайны, в рекомендации ведущих стран. То есть, пока это все на лабораторных условиях. Это сейчас самая передовая возможность модификации? Да. Она, скажем так, самая дешевая, самая быстрая, и поэтому она самая передовая. Причем, есть даже статьи, где говорится, что Таллин, это как бы прошлая технология, она дает меньшее количество случайных попаданий. То есть, когда мы хотим попасть в один день, мы попадаем в другой. Но все равно Триспер гораздо дешевле, поэтому сейчас идет активная пропаганда его и развитие. с лекцией 15 на 4 я примерно понимаю, как работает комплекс Криспер Казов 9. Можешь рассказать Таллин, ну так вот для детей на пальцах? Хорошо. Таллин очень похож на самом деле на цинпальцевые нуклеазы. То есть, то же самое. Таллин – это белковая структура, которая состоит снова-таки из двух структур. Это белковая структура, связывающая с определенной последовательностью, это весь комплекс. И белковые структуры, нуклеазы – это ферменты, которые расщепляют ДНК, которые связаны с этими прикрепляющими белками, которые, собственно, выполняют свою работу. То есть, наша задача – это синтезировать белок первый, ну, комплекс белковый, который будет тропин, скажем так, специфичен, который будет реагировать только со структурной последовательностью. Вот, кстати, в этом и проблема, потому что похожей последовательности может быть несколько в нашем геноме, и поэтому он может получиться не там, где надо при соединении с разрезанием, то, чему он появился. Насколько длинные обычно последовательности используются и в том, и в другом методе? То есть, я понимаю концепцию метода, но не знаю в цифрах? Если не ошибаюсь, там в количестве 11-13 минокислотных последовательностей вот такие белки. В литературе даны такие данные, я могу ошибаться, но я запомню такие. То есть, это не очень большие структуры, но, тем не менее, надо подумать над тем, как правильно их ввести в клетки из помого организма. Да, достаточно много колитий получается, очень про алфавит из четырех. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы как эмбриолог, да? Да. Какой стороне вы придерживаетесь с точки зрения биотики, как вы относитесь к этой технологии, и что, как может вы думать, что будет в будущем? Ага, значит, это только моя личная позиция, и я прошу не принять ее на счету. На самом деле, я живу в стороне научного экстремизма, поэтому, если бы у меня были финансы и возможности, я бы, конечно, этим занимался. Другой вопрос. Да, насколько бы это было приемлемо? Скорее всего, по поводу того, чтобы переносить эмбрион модифицированный, соответственно, по усть матки и дождаться какой-то беременности, и результаты беременности, я бы, наверное, не стал, потому что слишком великий риск. То есть, как бы, эти методики появлялись как? В 90-х годах появились цинк-пальцевые нутриазы, в 2009-2011 появился Таллин, и потом через пару лет появился Кристо. Я уверен, что еще там лет через 10-15 будут более точные какие-то методики. То есть, рисковать сейчас, ну, как бы, можно попробовать, но если у нас не получится, у нас получится организм, который или плохо приспособлен к окружающей среде, ну, грубо говоря, инвалид, да, и нам придется брать на себя ответственность за наш результат действия. То есть, если бы речь шла, допустим, о приматах каких-то, других, не о человеке, тогда почему нет? Но, как бы, тоже, насколько это этично, это другой вопрос. То есть, все равно, когда мы публикуемся, мы должны сыряться с нашими биотическими комиссиями, насколько они дадут на это добро, это другой вопрос. Можно этого добавить? Я думаю, что в будущем все будут использовать эту технологию, абсолютно все люди. Тогда не будет никакой разницы между какими-то людьми с этой модификацией или без нее. Поэтому олимпийские игры станут интереснее. Извините, мы к реакциям не собираемся. Я дающее им доходы, но я ее зашел. Можно будет постфактум определить, если нет доступа к ДНК родителей человека, подвергся он генетической модификации, или просто вот ему свезло родиться таким умным, сильным, красивым и так далее? Это как тестный допинг, да, получается? Он генетически модифицирован или он сам такой? Тяжело сказать. Я думаю, что даже если в помощи геноинженерной методики можно нанести мутацию, дающую какое-то выгодное преимущество, мы можем следить, мутация это есть или нет. Но мы не можем сказать, как она произошла. Может, она произошла у человека сама по себе. А может быть, применено где-то в подвале один из методов, который мы перечислили, и вот такой человек родился благодаря этому. Пока что нельзя это определить, ну вот как есть. Мы же можем какие-то маркеры установить? Не функциональные, но по которым можно определить? Единственный маркер, единственный маркер, который мы можем сделать, это просегвинировать, допустим, геномы, посмотреть. Вот, допустим, мы знаем, гипотетически предположим, что есть какая-то ассоциация, которая генетическая, которая очень сильно влияет на мышечный рост. И вот видим, что человек набирает мышечную массу очень быстро, хорошо, явно выглядит больше, чем у его другие, там, конкуренты на олимпийских литрах. Мы как бы можем гипотетически проверить, есть ли у него там мутация даже. Но если эта мутация есть или даже ее нет, то какая разница? Ну как бы? Нет, я имею в виду, мы можем установить последовательность нефункциональную, которая никак не задействуется, но при этом мы можем проверить ее наличие, которая как бы кодирует для нас то, что были внесены такие-то изменения. И мы по ней… Да, 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 да. Илудительная маркировка. Может быть. Но снова-таки, если нам тяжело даже заплатить во всем мире просто применение этой технологии, мы можем описать всех, ставить свой торговый штамп, да? Ну, грубо говоря, да, маркировать, что вот это применено при помощи этой технологии. То есть, снова-таки, мы сейчас об этом говорим, а где-то в подвале в Китае может быть уже такие дети даже на каком-то этапе беременности есть. То есть, мы это просто не знаем. Это слишком тяжело контролировать. Это, может, неправильный вопрос. Мне очень интересно. Насколько ген между… Ну, средняя часть участок гена… Ну, всей цепочкой… Насколько слож между геномами? В смысле, геном одного человека на геном другого? Да. Насколько примерно процентов? В литературе разные числа. Я последнее число, которое видел, это 95%. Как минимум. То есть, я видел его больше. Но это наиболее похоже на реальность. Часто. Поэтому… Скажите, были какие-то исследования социологические по поводу отношения общества к таким вещам? Да. На самом деле, таких исследований было много. И когда я пробовал в сети найти хотя бы среди результатов, может быть, есть какая-то конкретная закономерность, я не нашел. То есть, есть страны, где просто люди повально говорили, что да, мы хотим это видеть, а через 10 лет, например, тенденция менялась, и в этой же стране просто показывали, что, в общем-то, нет, нас это неприемлемо или мы не уверены. То есть, как бы, поэтому вот это очень интересно смотреть за этими соцопросами, они меняются от года в год из страны в страну. И, как бы, четко какой-то закономерности нет. Может быть, в странах, где существует какой-то идеологический или религиозный режим, где есть супереты определенные на это, может быть, более ясная закономерность. Но, в общем, по миру ее нет. А какого благоразумия призвала эта женщина на третий Дженнифер? Да, Дженнифер Долдна, собственно, призывала то, что она понимала, насколько велик потенциал открытой ее технологии, она призывала сдерживать себя на логике моратории на ее применение. Это в ее понимании было благоразумие для того, чтобы оценить сперва последствия. В смысле, надо применять в экспериментальных условиях? Да, да, да. Нет, применять в экспериментальных условиях. Просто она, видимо, понимала, что если это такая дешевая система, то что ей мешает именять репродукции человека? И она призвала вот к тому, к чему пришли, собственно говоря, успешно на саммите по редактированию генома, что пока что это мы не считаем допустимым. Так решили участники этого сами же. Это вот лучшая резолюция исходная. По крайней мере, да, по крайней мере, легальный, официальный. Мне кажется, это несколько абсурдно. Мы регулярно допускаем действия, которые рискуют сотнями тысячами жизней. А в данном случае, где речь идет об риске качеством жизни одного существа. При том, что человек согласен воспроизвести это существо. При этом результатом будет значительный цивилизационный рывок. Почему мы должны обращать внимание снова-таки? Наука финансируется за налоги жителей. Если, допустим, основная масса жителей решит, что мы не хотим жить в мире, где у нас есть куча людей, которые по какой-то конкретной части лучше нас, превосходят нас, тогда как бы очевидно, что если мы проигнорируем это, будут какие-то недовольства. А если будут недовольства в сторону науки, нам этого хорошо сильно не будет. Мы, наоборот, хотим быть ближе к людям, чтобы люди верили, видели в нас авторитет какой-то и давали нам настоящее исследование денег. Из-за чего мы хотим. Если бы вы тогда сказали древнему человеку, что у него в молоке плавают микроорганизмы, которые ферментируют специальные белки и получается такой легкий газированный напиток, в средних веках вас бы сожгли. Думаю, до нашей эры вас бы просто закидали камнями. Спасибо. Спасибо.